На особую праздничную атмосферу всех гостей новогоднего бала настраивает живая музыка в исполнении Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра под управлением Андрея Балина и военно-духового оркестра ФСБ России под управлением военного дирижера Дмитрия Кубицкого. День рождения Свои первые па на этом балу делают возможные будущие студенты МГИМО, абитуриенты, старшеклассники лицеев и школ Одинцова. Сейчас впечатление необычное. В первый раз на балу нас пригласили из школы, от лица школы выступать с танцем. Где-то три месяца назад нам сказали, что в филиале Одинцовского МГИМО будет бал. И я изначально не хотела идти, но все-таки как-то подумала, что будет интересно. И вот три месяца мы к балу готовились, бал переносился, но вот он сейчас состоялся все-таки. И честно, я очень рада. Важность проведения в университете таких праздничных мероприятий подчеркнул директор Одинцовского кампуса МГИМО Сергей Васильев. Мы считаем, что эти балы должны восстанавливать те традиции, реанимировать те традиции, которые были так свойственны для русских людей. И мы организовали этот бал сегодня вместе с пограничным институтом, который здесь располагается совсем рядом с нами. Конечно, какой бал без гусар? Он добавил, что бальные танцы позволяют не только уверенно держаться на паркете, но помогают продвижению в профессиональной сфере. Молодые люди оттачивают свое мастерство общения на светских приемах, а также на практике применяют знания этикета и хороших манер, что крайне важно для выпускников МГИМО на дипломатической службе. Дарья Киреева, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.